Я уже сняла для вас этот ролик, вот сейчас подумала, что может когда-то, когда мне блог принесёт достаточное количество денег, ну не знаю, когда это случится, потому что сейчас я с блога не зарабатываю ничего, это всё просто для вас, вот, я запишусь, скоплю эти деньги и запишусь на терапию к крутому классному психологу, который говорит, что диабет это психосоматика и мы это можем вылечить. Перейду опять через одно грёбанное выгорание, когда не смогу это сделать, и поделюсь этим с вами, вот, может это будет вот так вот даже, потому что мне интересна эта тематика, нет никакого такого эксперимента и я готова его поставить над собой и сказать, что это всё ложь, вот, но не знаю, сколько для этого времени должно будет пройти, но в любом случае вы сейчас можете подписаться на этот канал, поставить лайк, это даст рост каналу и может быть, даже не хочу думать, когда это может осуществиться, но когда-то, возможно, это будет. Как вылечить диабет первого типа? Многие из вас натыкались на такие видосики и даже некоторые присылали их мне, но вот незадача, там говорят о диабете второго типа, а не о диабете первого типа. Диабет второго типа это болезнь, которую можно вылечить даже просто похудев до нормального адекватного веса, но вот с диабетом первого типа так не получится, потому что там инсулин в принципе не вырабатывается. В диабете второго типа клетки организма утрачивают свою чувствительность к инсулину, то есть инсулин вырабатывается организмом, просто организм его не ощущает уже как раньше. Для этого принимают сначала таблетки и уже в плохом случае назначают уколы. Люди, как правило, просто забивают на себя и доводят всё до уколов, хотя можно было бы это запросто откатить и войти в очень хорошую ремиссию, иметь хорошие стабильные сахара. Но это уже тема для обсуждения другого видеоролика. С диабетом первого типа дела обстоят совершенно иначе. Ты можешь заболеть диабетом первого типа абсолютно в любом возрасте, у него нет никакой градации. И единственное решение этой проблемы будет уход на инсулин. Конечно, в начале у вас наступает медовый месяц, и многие думают, блин, может быть мне неправильно поставили диабет первого типа. Ну вот, я не колю себе инсулин, но сахара же у меня хорошие, но не тут-то было, потом ремиссия заканчивается, и мы получаем обычный классический диабет первого типа, когда тебе надо колоться по полной программе. То есть не там 2-3 единицы в сутки, а по 5-6 уколов в сутки так точно. Что мы знаем вообще о диабете первого типа? Во-первых, нет точных, никаких данных о том, как он появляется, и почему вдруг наш организм перестаёт вырабатывать такой важный гормон, как инсулин. Можно сказать, что эту аутоиммунную реакцию повлёк определённый какой-то стресс, то многие начинают говорить о том, что диабет — это полная психосоматика. То есть у вас был какой-то психологический блок, вы дали своему организму, и благодаря этому блоку он решил полностью заблокировать выработку инсулина. Звучит странно, правда? Причём даже если через времена вы проработаете все абсолютно моменты, которые были стрессовые, и в том числе тот стрессовый момент, из-за которого у вас якобы начался диабет, то диабет у вас не исчезнет. Да, вы можете проработать эти моменты и стать более зрелым, самостоятельным, спокойным, уравновешенным человеком, но однако на диабет это никак не повлияет, и процесс регенерации это не запустит. Хотя у детей до года способен регенерировать даже мозг, то есть могут восстанавливаться клетки мозга, а у нас не может восстановиться поджелудочная. Я не знаю, почему все так любят говорить о излечении диабета, но я попалась в эти удочки. Во-первых, эти темы очень сильно воздействуют на меня, я начинаю это всё анализировать. Плюс у меня была ситуация в целом, когда до 16 лет я считала, что диабет — это полностью неизлечимое заболевание, потом в 16 лет я работала волонтёром, ну как работала, ради грамот в университете, чтобы перевестись на бюджет, потому что я поступила на платное образование, и так получилось, что я встретилась с очень классной, крутой женщиной, я до сих пор её считаю нереально крутой и сильной, и она заложила в мою голову такую мысль, что диабет излечим. Просто ты не можешь его вылечить, пока ты сам в него не веришь. То есть, ну, как ты можешь... Это, грубо говоря, как с картой желания. Если ты повесишь себе вот там определённые свои желания, что ты хочешь купить дом, машину, накопить деньги, то ты будешь на них смотреть каждый день, верить в то, что ты это можешь достигнуть и достигать. А как ты можешь достигнуть чего-то, если ты даже не веришь в то, что это возможно? После этого в моей голове произошёл конкретный хаос, я очень долго думала, переосмышляла, и в итоге мои дозировки пошли вниз. То есть, если я раньше ставила 20 единиц лантуса, то я ушла до 9. Чудо, не правда ли? Вот после вот этих вот именно наставлений, что вот, может быть, мой организм как бы... Что это не он виноват, а как бы я в голове что-то блокирую постоянно 24 на 7. Но после этого промежутка, когда моя дозировка упала почти даже до 6 единиц, то есть там прям я очень мало себе ставила в сутки лантуса, то всё пошло наверх, и я остановилась на 13. И вы скажете всё равно, что 13 лучше, чем 20. Да, я не поспорю, но... Я ставила себе 22 единицы лантуса в 12 лет. Это был переходный возраст, и в принципе логично, что было достаточно большое количество гормонов, которые, в принципе, и требовали больших дозировок инсулина. В 16 лет я поступила в университет и переехала от родителей. Закончился переходный возраст. Так как я переехала от родителей, мне никто не мог готовить в том же количестве, как мне готовили раньше. И я питалась поскольку-постольку. Я могла за день скушать плитку шоколада, и мне, в принципе, было окей. А как мы знаем, когда ты в сутки кушаешь меньше, плюс ты переезжаешь, и в этот же период я похудела с 62 до 57 килограмм очень легко и просто. То есть, как бы, ну, это был стрессовый период. И если смотреть при таких обстоятельствах, то, в принципе, всё становится логичным и понятным. Почему раньше у меня была дозировка 22 единицы, и почему сейчас стало 13? И также, почему она упала до 6? В принципе, всё понятно. Но мой мозг, под призмой определённых каких-то высказываний, слов и наставлений, он любит вырисовывать для себя картинку, что это чудо. Это чудо, Яна, это произошло чудо. Поэтому, когда я слышу ещё истории о том, что инсулин вызывает привыкание, я очень сильно смеюсь, потому что это гормон, который помогает нам жить. Но по такой схеме я бы сейчас колола единиц 50 в сутки. Но давайте поближе к тематике ролика. У меня сейчас есть вот такие вот прекрасные таблеточки. Я их начала пить уже две недели как. Я вам записала ролик до того, как я их начала пить. Но мне не понравилось качество, поэтому я решила всё перезаписать. Поэтому здесь есть ставки из промежутка времени до того, как я его начала пить. И, соответственно, две недели через. Так, я купила себе сенсор. И остановилась сейчас в ТЦ-шке. Хочу замерить свой уровень сахара в крови. Потому что я сейчас без либры месяц уже. И после первого дня я вообще перестала чувствовать свои сахара. То есть как себя ведёт сахар. То есть сейчас вот у меня был перед выходом сахар 11. Потом я об этом забыла. Через какое-то время вспомнила, подколола и поехала в больницу. Сейчас, кстати, я сдала гликированный. Он, скорее всего, будет отвратительный. Поэтому, когда я начну пить трансфер-фактор, всё равно гликированный гемоглобин станет лучше. И это не из-за того, что трансфер-фактор подействовал, а из-за того, что просто появилась либра, я начала следить за сахарами. Все свои приблудки достала. Сейчас разложу их по кармашкам. Если сказать, что не двадцатка. Вот, пожалуйста. Что-то нормальное. Ну, я не знаю. Ну, был 11. Я поставила 2 единицы. Ещё думала, что я гипанул. Ну, как так-то? Это вот просто мой диабет. Добро пожаловать в жизнь с моим диабетом. Вон, вот так вот растёт. Я, видимо, перенервничала, что я опаздывала к врачу на сдачу гликированного гемоглобина. И сделал мне вот такую вот подставу. Поэтому сейчас мы подколем единички 3. И поедем домой. Или 4. Я бы поставила 3, но с учётом того, что он у меня с 11 решил не упасть, а вырасти, я бы поставлю 4. Потому что пошёл он в задницу. Изначально я хотела попробовать пить просто трансфер-фактор. В принципе, трансфер-фактор – это молекулы, которые обладают знаниями о том, как лучше и эффективнее работать иммунитету. То есть они проникают в иммунитет, заражают собой, грубо говоря, клетку. Эта клетка становится более умной. И в дальнейшем эти клетки способны обучать остальные клетки. И в конечном итоге, по идее, мы должны получить крутой классный иммунитет, который более умный и лучше работает. Но так ли это работает на самом деле? На трансфере я заметила и вправду, что мои дозировки инсулина, они начали прям сильно снижаться. А инсулин начал работать очень быстро. То есть так как не работал раньше, хотя у меня я ставлю до еды инсулин, но он так раньше не работал. Сейчас он работает в разы быстрее, вот благодаря вот этим таблеткам. Но мой собственный инсулин у меня вырабатываться, конечно же, не начал. То есть, рассказываю, в чём прикол вот этих вот таблеток. Они содержат ванадий и хром. Это те вещества, которые, в принципе, увеличивают чувствительность организма к инсулину. То есть для диабета первого типа это была бы очень классная вещь. Я бы даже рекомендовала попробовать принимать вот такие вот таблеточки. Либо что-то похожее, но чтобы вы были уверены, что это не даст вам никаких побочек. Но для диабета первого типа я думаю, что это психологическая травма. Потому что после принятия вы всё равно будете надеяться, что вот что-то поменяется, и ничего не поменяется, и у вас будет психологическая травма. Это раз. Во-вторых, это сбитый диабет. Потому что когда у вас дозировки очень резко начинают меняться, и вы не понимаете, как себя вести, то у вас начинаются проблемы в целом по диабету. А в-третьих, он воняет. Он воняет специями. Его пить невозможно просто. А если тут написано, что нужно запить стаканом воды 200 миллилитров вот одну таблетку. Если вы не запьёте, то у вас будет ощущение, как будто внутри вас вулкан. Потому что вот эта вот таблетка, она растворилась где-то в горле, и такое себе. Конечно, на начале диабета можно это попробовать, когда у вас не так много инсулина, которого вы колете. Потому что для меня это пока что послужило просто большими гипогликемиями, и абсолютно никак не отразилось на моём... Ну, может, на иммунитете отразилось. Я поменьше болела. Но изначально я не хотела покупать препарат, который направлен на лечение именно диабета. Но купила. Но мне его сестра купила. Не суть. Вот. У меня он появился, вот этот. И попробовав его попить, я скажу, что лучше... Что я дальше попробую пить, но не диабетический. Потому что из-за вот хрома, ванадия и других веществ, которые оказывают влияние на чувствительность организма к ржелину, у тебя появляются ложные какие-то установки. То есть вот, например, я первое время реально подумала, что, вау, моя поджелудочная начала работать. Вау, как круто. Но на самом деле, когда ты пропускаешь чуть-чуть инсулин, то есть вот эта штука, она тебе прям орёт. Можешь расслабиться. Будет легче, будет проще. Но как только ты чуть-чуть расслабляешься, сахар 14. Просто вот по щелчку. Хотя для меня сахар 14 — это вообще очень большой сахар, и достаточно редко это бывает, но... Спонсор высокого сахара. В принципе, верить в какую-то мечту — это неплохо. Да и в целом я верю в то, что диабет когда-то будет излечим. Это же не может длиться вечно. Но сейчас лучше всего сфокусироваться на том, чтобы ваше здоровье до того момента, когда диабет станет излечим, сохранилось в максимально здоровом состоянии. Потому что диабет, он разрушает вас. Высокий сахар, низкий сахар — это всё сокращает срок вашей жизни. То есть из-за диабета вы можете полностью ослепнуть. Безвозвратно. Из-за диабета вам могут ампутировать руку или ногу. Из-за диабета рана может не заживать очень долго, и в результате чего это может привести к ампутации. Также из-за диабета вы можете быть привязанным к диализу. То есть у вас откажут почки. Я делаю много ошибок, наверное. Ошибку, что я пошла на помпу, тоже чтобы показать в блоге, рассказать, дать людям, другим, которые смотрят на меня и думают, да, она не ходит на помпе, и мне тоже не надо. Показать, что это круто, что этим можно пользоваться. И из-за помпы у меня тоже были очень сильные колебания сахаря, потому что она мне не подходит. У меня близко расположены сосуды, и помпа забивается. Также и с этой штукой. В дальнейшем я хочу попробовать... Во-первых, я допью этот трансфер, и вдруг, о чудо, у меня начнётся вырабатываться инсулин. Нет. Нет. Но я хочу попробовать обычный трансфер-фактор и посмотреть на его влияние. В целом, о трансфер-факторе я знаю с 2016 года. Мне о нём давно очень рассказывали, причём мои родные и близкие люди. И у них было достаточно хорошее течение заболевания, были улучшения достаточно большие. Но... Привет, кот. Не трогай свет, пожалуйста. Нет, плюшек, не надо. Не надо трогать свет. Ты хочешь гладиться? Вот я тебя возьму, ты опять шипеть будешь. Нет, будешь шмурлыкать пока что. Мяу. Сейчас отпущу. Зачем ты пришёл ко мне гладиться? Иди. В принципе, люди достаточно хорошо жили на трансфере. То есть не болели вообще, хотя были к этому склонны именно орвишкой, то есть обычными заболеваниями. И принимая трансфер, я тоже не болела. То есть у меня вот заболел молодой человек, я не заболела. Поэтому я верю, что эта штука умеет, но пока что не в плане диабета первого типа. Второго окей, но не в первой. Поэтому всё по стариночке. Либра, инсулинчик и летс гоу фигачить. Сложите свои комментарии, чтобы вам было бы ещё интересно здесь увидеть, хотя я уже много чего перепробовала. Может быть, я чуть отойду от тематики диабетов в ближайшее время. Вот. Поэтому всем хороших сахаров, всем пока. Продолжение следует...